Вино сегодня будет синее. Наверное, поскребли по сусекам и насобирали вот на это вино. Сразу понятно, что это вообще розе. Возможно, лыжникам все равно, что пить на склоне, лишь бы согревало изнутри. А это на Новый год. Привет, это Таня Индвайн и 12-й день винного календаря. Сегодня я добиваю ровно половину этой коробки, с чем я себя и всех вас поздравляю. А это на Новый год. И вот, поскольку производители календаря перестали отличаться каким-либо разнообразием, зрители тоже голосуют за те же страны. Сегодня у нас опять Италия и Франция, Бордо и сорт Мерло. Три в одном. У меня коробка повернута лицом к зрителям. Не могу отличить 12 и 21. У меня примерно одинаково выглядит. Ну, будем надеяться, что вот это правильно, 12. Открываю. 12 ромбики с точечками. Я вижу отсюда синюю фольгу, поэтому вино сегодня будет синее. Ну, или я буду синее, я не знаю. Ну, на самом деле, это розе. Это не может быть красным вином, как то красное, которое притворялось розе. Это прям розе-розе. И это Франция, поэтому у нас сегодня опять есть победитель. И, кстати, уже двукратный победитель. Я вас поздравляю. И еще раз я вас запомнила. Вот это вино по-французски называется Le Maman. Ну, на самом деле, момент. Розе 2019 год. Регион здесь даже не указан. Просто Франция. Из Франции в Калифорнию это вино попало через Флориду. Потому что импортер здесь Бойнтон Бич, Флорида. И что же это за вино? Оно состоит на 50% из сорта Синсо и на 50% из сорта Гренаж. И технические характеристики. Тело 3 из 5. Кислотность 3 из 5. Сахар 1 из 5. Фрукты 4 из 5. Основные ноты дыня, красные ягоды и роза. Ну, логично, розе должно пахнуть розой, наверное. Нам предлагают такие сочетания. Это чизбургер, это фиш-такос и ризотто с лососем. Ну что ж, мы идем либо опять в Макдональдс, либо в Тако Белл. Или в какой-то итальянский ресторан. То, что это вино не имеет обозначения региона, означает только то, что виноград может быть собран из любой части Франции. Наверное, поскребли по сусекам и насобирали вот на это вино. Составители календаря пишут, что это вино часто пьют лыжники в Альпах во время своих зимних покатушек. Хотя, казалось бы, розе совсем не зимнее вино. Честно говоря, я даже не знаю, какая зима в Альпах. Может быть, там и не холодно. Ну, на этикетке такая вполне летняя картинка. Не знаю уж, при чем тут Альпы. Ну, и что же представляет собой розе из Франции вообще? Ну, аромат вполне себе пристойный. Ягодно-медово-аскорбинковые нотки в аромате. Аскорбинка вот прям как есть. Кислая-кисла. Это вино из тех, которые обладают такой достаточно жесткой кислотностью. Их нужно сочетать с какой-нибудь едой. Иначе, ну, не очень хорошо заходит. Сразу понятно, что это вообще розе. В нем я не чувствую морской свежести. Травянистая интересная составляющая тоже здесь не особенная. Кислотность, немножко фруктов. Может быть, дымка там чуть-чуть проскальзывает. Ну, в общем-то, и все. Возможно, лыжникам все равно, что пить на склоне, лишь бы согревало изнутри. А я поставлю этому розе, с вашего позволения. 4 из 10. Потому что оно мне кислит, горчит. И, в общем-то, никаких особенных положительных эмоций не вызывает. И тем более, это неопределенный регион. Поэтому, когда покупаете вино, имеет смысл обращать внимание на регион его производства. Ну что же, экватор этого винного календаря что-то не задался. Придется искупать капитана. Отставить макать, капитана! Надеюсь, они все-таки исправятся и дальше будет лучше. А я жду от вас вариантов вина на 13-й день календаря. Увидимся завтра. Чирс! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!